Здравствуйте! В эфире выпуск новостей в студии Юлия Абнацаканова. О главных событиях в России и мире расскажем прямо сейчас. Я и мои коллеги подготовили подробный обзор событий. Коротко о главных темах. Тяжело раненую сирийскую девочку российские военные доставили на лечение в Москву. Отдых без лимита. Греция делает серьезный шаг навстречу российским туристам. Что такое идеальный рацион? Нужен ли он и кто главный враг человеческому здоровью? В России создан совет по теологии. Почему людям важно знать религию как науку? О событиях в Сирии. В Алеппу удалось провести спецоперацию по спасению 11-летней девочки, которая попала под обстрел со стороны боевиков и получила серьезные ранения. Ее вывезли с опасной территории и доставили в Москву, где столичные медики будут заканчивать работу сирийских коллег. Они шли по улице втроем. Две мои дочери и внук. Этот фугас взорвался прямо рядом с ними. Выжила только Зидра. Она была в коме, когда ее привезли в больницу. Спасибо нашим врачам, что спасли ей жизнь. Но моя девочка теперь без ног. Город Алеппо сейчас одна из самых горячих точек Сирии. Линия фронта между террористами и сирийской армией проходит прямо по городским кварталам. Чаще всего на нас падают фугасы, сделанные из газовых баллонов, которые начинены тротилом. Вы посмотрите, какие они оставляют воронки. Мы каждый день уносим с улиц убитых и раненых. Обстрел со стороны террористов не прекращается, даже когда объявляется перемирие. На территорию заброшенного завода в нескольких километрах от Алеппо, где идут тяжелые бои, приземлился транспортный вертолет, оборудованный специальным модулем. На него была погружена девочка. Ее отправили на российскую авиабазу, а оттуда уже транспортным самолетом в Москву. Я хочу выразить огромную благодарность российским медикам, российским военным и правительству за то, что уделили нам, простым людям, столько внимания. Я молю Аллаха, чтобы моя дочь снова могла ходить и чтобы во всей Сирии наступил мир. Греция будет выдавать долгосрочные визы россиянам с шенгеном. По данным Ростуризма, поток отдыхающих россиян в страну в этот отпускной сезон превысит 1 миллион человек. Только в мае на греческие курорты уже приехали почти в два раза больше туристов, чем в 2015 году. Греческие визы на три года и пять лет начнут выдавать всем россиянам, которые до этого хоть раз побывали в шенгенской зоне. В случае, если у россиян уже была поездка в зону шенгена, в следующий раз они имеют право претендовать как минимум на трехлетнюю визу. И выдавать ее будут без всякого препятствия. Новые исследования британских ученых и перспективы разработок израильских медиков, касающиеся здорового питания. Избыток жирной пищи, курение, нарушение обмена веществ стали причиной инфаркта в раннем возрасте. Ученые утверждают, что продукты, которые мы считаем полезными – сухие завтраки, свежевыжатые соки, обезжиренные йогурты – содержат огромное количество сладкого яда. В среднем современный человек ежедневно потребляет около 150 граммов сахара, что равняется 22 чайным ложкам. Большой выброс инсулина, например, в ответ на прием вот такой пищи, который полностью нарушает метаболизм привычный. И запускается, вероятно, некий каскад химических реакций, которые приводят к тому, что мы не совсем адекватно усваиваем те продукты, которые мы употребляем. Новые исследования британских ученых и перспективы разработок израильских медиков, касающиеся здорового питания, избыток жирной пищи, курение, нарушение обмена веществ стали причиной инфаркта в раннем возрасте. Ученые утверждают, что продукты, которые мы считаем полезными – сухие завтраки, свежевыжатые соки, обезжиренные йогурты – содержат огромное количество сладкого яда. В среднем современный человек ежедневно потребляет около 150 граммов сахара, что равняется 22 чайным ложкам. Роль холестерина, она остается ведущей все-таки, и нельзя как бы не изводить его до нуля, он просто является ведущим компонентом развития атеросклеротического процесса. И как бы по цепочке дальше развитие всех сердечно-сосудистых заболеваний. В последнее время диетологи во всем мире призывают не изобретать диеты, а питаться сбалансировано. Но израильские специалисты пошли дальше. Они уверены, универсального питания для всех не существует. Новые исследования показали, огромную роль в процессе обмена веществ играют кишечные бактерии. А их набор, как известно, у каждого индивидуален, почти как отпечатки пальцев. Это объясняет этот факт, что один человек спокойно может без вреда для талии съесть торта, а другому достаточно одной конфеты, чтобы набрать лишний вес. В последние несколько лет мы изучали влияние бактерий, которые живут в нас, и мы нашли взаимосвязь между здоровьем и болезнью. Это сложная система, связанная с их геномом. Именно от этого зависит реакция нашего организма на различные продукты. Ученые исследовали более тысячи человек. Каждый день специальный сенсор передавал информацию об их состоянии. На основании этих данных специалисты разработали алгоритм, с учетом которого можно предсказать ту или иную реакцию человека на разные продукты. Сегодня клинические исследования продолжаются, а в будущем специалисты планируют создать компьютерную программу, благодаря которой каждый из нас сможет подобрать свой идеальный рацион. И тогда здоровая диета будет у всех, но у каждого своя. В России впервые был создан диссертационный совет по теологии. В состав совета вошли признанные российские ученые, доктора философских и исторических наук, а возглавил его ректор общецерковной аспирантуры и докторантуры, метрополит Волоколамский Иларион. Создание диссертационного совета по теологии уже назвали беспрецедентным шагом в российской истории, которому предшествовали 15 лет напряженной работы. Напомним, что паспорт научной специальности теология был одобрен президиумом высшей аттестационной комиссии при Миноборнауке лишь в октябре 2015 года. Чуть раньше, в мае 2014 года, возможность изучать христианское, исламское, иудейское и буддийское богословия появилось у аспирантов. Искусство, спасающее жизни. В Международный день защиты детей благотворительный фонд «Адвита» подготовил очередную акцию, призванную помочь самым юным подопечным фонда. В Белом зале Санкт-Петербургского политехнического университета состоялся благотворительный концерт камерного оркестра «Дивертисмент» под руководством Ильи Иофа и заслуженного артиста России Михаила Морозова. В зрительном зале присутствовали и наши коллеги. В первый летний день двери этого исторического здания широко открылись для тех, кто решил провести время с пользой для жизни и не только своей. Благотворительный фонд «Адвита» организовал уникальный концерт, объединивший шедевры классиков во имя музыки. Подарить праздник юным зрителям и поддержать самых маленьких подопечных фонда вызвались заслуженные артисты России. Для меня это очень важно, потому что артисты не производят материальных ценностей. Мы не производим ничего того, что реально могло бы помочь. Если бы я был рабочим, я бы сделал какой-нибудь автомобиль своими руками и подарил бы нуждающимся. Я не могу сделать автомобиль, я не могу сочинить, поставить спектакль в театре. Но я могу сыграть на скрипке, если это кому-то нужно, если это реально помогает. Для меня это крайне важно. Заразить этим нельзя. Это либо есть в этом потребность, либо нет. На глазах у зрителей ожила сказка о царе Салтане. Стихи, услышанные Пушкиным от няне, строка за строкой всплывали в памяти благодаря актеру Большого драматического театра имени Товстоногова Михаилу Морозову. А литмотивом вечера стала сюита Модеста Мусоргского. Картинки с выставки в исполнении камерного оркестра «Дивертисмент». Этот вечер стал поистине удивительным праздником сплетений. Компиляция пушкинских текстов с музыкальным шедевром 19 века превратилась в единое целое, как и сама благотворительная акция, вобравшая в себя целый спектр полезных и важных дел. Наши подопечные, они нуждаются, как известно, не только в средствах на лечение, но они нуждаются и в волонтерах, тех людях, которые будут окружать их теплом, вниманием, заботой, когда подопечные находятся в больнице. Они нуждаются в донорах. И этот концерт, он имеет такой многогранный смысл. Это и возможность помочь материально, и одновременно еще раз напомнить о том, какой именно помощи просит фонд «Адвит». Что сделал фонд «Адвит»? Само собой, это пойдет на помощь детям, им полезно. Это полезно мне, потому что я полюбил сказку от царя Салтани, и у меня есть работа. Я могу выйти один, где угодно, пожалуйста, с ней или включить свою программу. Потому что она огромная, действительно, это трудная штука. Даже не выучить, надо присвоить, освоить. У меня появился музыкальный спектакль с Ильей Иоффом. Илье Иоффу хорошо, музыкантам хорошо, мне хорошо, детишкам, дай бог, будет от нас какая-то польза. И зрителям хорошо. Вот тебе и благотворительность, всем хорошо. Инесса Бланкова, Антон Антипин, Новости ТБН. Ну а Новосибирск тоже отметил 1 июня, День защиты детей. О том, как прошел праздник в крупнейшем городе Сибири, расскажут наши коллеги. В Новосибирске прошло празднование Дня защиты детей. Очень часто в спешке дней или при загруженности работы родители мало времени уделяют своим детям. А ведь совместное времяпривождение детей и родителей не только сближает, но и позволяет старшему поколению почувствовать себя моложе и активнее. Как обычно, город Новосибирск для своих маленьких жителей, а также для всех юных гостей, подготовил к празднику детства самые разнообразные мероприятия. В Первомайском сквере города Новосибирска состоялся традиционный городской благотворительный детский праздник – фестиваль кукол. В этом году работает более 20 игровых площадок. Это различные конкурсы, мастер-классы, конечно же, по изготовлению кукол. Мы проводим конкурс робототехники. У нас в электронном городе, в городе Мечты, такая площадка есть, у нас специальная выставка про робототехники. И все желающие могут проголосовать за понравившегося робота. И в конце праздника мы будем вручать призы. Еще у нас очень интересная площадка, которая называется «Я мечтаю». Я мечтаю, это благотворительная акция, конкурс онлайн-интервью, где каждый желающий ребенок может рассказать о своей мечте. И потом у нас очень строгая, но добрая жюри отберет победителей, и также будут вручаться призы, подарки. 1 июня отмечается Международный день защиты детей. Это отличный день для того, чтобы родители и дети провели время вместе и получили праздничное настроение с помощью доступных развлечений. День защиты детей – это не только веселое событие для самих детей, но и напоминание обществу о необходимости защищать права ребенка. Чтобы все дети росли счастливыми, учились, занимались любимым делом и в будущем стали замечательными родителями и гражданами своей страны. Анна Харносова, Иван Колесников. Специально для ТВН. Голливудский актер и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер снял видеоролик о том, как он скрывался от слона на автомобиле. Запись была опубликована на странице артиста в Инстаграм. Ролик уже посмотрели около 350 тысяч раз. На аккаунт звезды франшизы о Терминаторе подписаны более 5,5 миллионов пользователей. На видео видно, как к джипу с актером подошел взрослый слон. Помимо Шварценеггера в машине находились и другие туристы. Сначала животное просто заинтересованно изучало содержание автомобиля, а затем решило зайти с другой стороны с достаточно агрессивным видом. Находящимся в джипе пришлось скрываться от слона бегством. Шварценеггер сейчас отдыхает в ЮАР, где посетил сафари-парк. В конце июля 30-го числа голливудские актеры и политик отпразднуют 69 лет. Субтитры создавал DimaTorzok